хей юга и своими шмеки мы продолжим пройти кругу по названию или nc паровался сейчас мира развернется у нас все почнется прошлой серии мы выбрались на свободу мы узак вышли в офисе никого не было что же случилось стэнли решил зайти в переговорную в надежде что он просто что-то пропустил на все нас уже было оказавшись перед двумя отъем в левую стэнли не раздумывая вошел в левую поднимаемся наверх я могу быстро все делать не веря своим глазам стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде что там он сможет прояснить дойдя до лестничной клетки стэнли поднялся наверх к кабинету директора понимаешь понимаешь зайдя в офис своего начальника стэнли еще раз удивился не обнаружив там ни одной человеческой души да что черт возьми все это значит вырвалась у стэнли он принялся перебирать бумаги на столе босса сбрасывать книги с полки заглядывать за картиной отчаянно пытаясь найти хоть какой-то ключ к произошедшему внимание стэнли привлекла цифровая панель за креслом начальника в чем же было ее предназначение на самом деле эта панель скрывала одну ужасную тайну находившуюся буквально под ногами панель активировалась секретным кодом который установил сам как-то неудивительно но хаотично нажимая все кнопки подряд стэнли совершенно случайно ввел правильный код невероятное везение он шагнул в открывшийся проход стене проще так я подумал давайте по фасту сделаем все несколько концовок просто в одной или будет может скорее это будет у нас и заключающая серия сейчас быстренько хотя при последние мы посмотрим все концовки с этой стороны а потом все концовки плюс у нас будет же новые диалоги стоять а будет потому что я не нажал кнопку там я должен еще было здесь пойти налево да мне давали выбор год мог большой двери под надписью цех управления сознанием все делаем ярко вспыхнувший свет залил огромный зал с телевизионными экранами что за страшная тайна хранилась в этом месте думал стэнли хватит ли у него сил чтобы выяснить это до хватит ну вот включились экраны и их предназначение стало понятным мониторы имели номера работников здания коллег и стэнли жизни стольких людей включая стэнли были впечатаны в эти бездушные экраны и находились под вечным присмотром в этом ужасном зале где не существовало и слова свобода цех управления сознанием это было слишком чудовищно чтобы можно было поверить в это значит стэнли все время был под чьим-то контролем может поэтому он и был так счастлив на своей сверхскучной работе потому что ему просто внушили это и нет он отказывался в это поверить да чтобы его жизнь кем-то управлялась да никогда он не допускал и мысли об этом это было невозможно неужели и вправду вся его жизнь была лишь подделкой ай да давай давай ну вот доказательства центр управления всюду кнопки счастье печаль спокойствие еда работа любое перемещение все контролировалось или управлялась отсюда поверить всплывала страшная правда о его жизни стэнли все больше крепла уверенность в том что никогда больше этой машине не вмешаться в чью-либо жизнь там кнопочки все чтобы такого больше не произошло о стэнли ты что сам включил эту машину твоей жизнью столько лет управляли и ты решил что теперь пришел твой черед теперь ты захотел власти ну стэнли план наверное хороший но ты должен уяснить себе что не так уж многое может эта машина и по сценарию ты должен был просто выключить ее и уйти но если ты захотел послать мой сценарий к черту тебе нужно было тщательней подготовиться я боюсь что твоя власть не такая уж и могущественная как ты сам думаешь как тебе вот такой поворот сюжета стэнли понял что он только что запустил механизм аварийного самоуничтожения не пройдя скрытую проверку на днк он активировал мощнейшие ядерные заряды уничтожающие весь комплекс это добавляет небольшую перчинку в нашу рутину даст и нет сколько времени до взрыва ну пусть будет две минуты вот твой час ты звезда это твоя история управляй ей как сам захочешь так даже лучше получилось чем я хотел сделать так мало времени насладиться всем этим а все понял секунды до детонации но как они прекрасны каждая из них ну давай наконец поговорим о тебе обо мне о том чем мы занимались все это время даже не знаю с чего и начать что по ты хочешь узнать куда делись твои коллеги вам думаешь это удержит тебя перед 3 ладно у меня хорошее настроение да и тебе уже не жить так что я расскажу тебе в точности все что с ними случилось и 3 3 3 их потом выключил машину и освободил тебя но это если 4 придумал иногда я рассказываю историю о том как ты сидишь в офисе нажимаешь на кнопку 5 только не умираешь в одиночестве бывает что весь офис тонет прямо в земле со всеми его обитателями ну или все сгорает до головешек однако надо признать что этот вариант истории вышел очень занимательным ты отчаянно ищешь ответы пытаешься вернуть утраченную власть захватывать какой проще жаль что продлится она так недолго но хотя я полагаю что в следующий раз я тоже выдумаю что-нибудь интересное боже мой всего 34 секунды осталось так мало а мне так хорошо знаешь чем черт не шутит давайте еще добавим немного времени почему нет вот они дополнительные моменты счастья цени их стэнли поживи еще немного ну что ты стэн что я понял ты решил что будешь делать у тебя есть варианты ведь наверняка подумал что если я тем мир отсчета значит должно быть что-то что его выключит ну посмотри на себя мечешься кнопки кнопки от монитора к монитору кликаешь по всему подряд что мне делать еще цифрами нет цветные нет может быть вот это вот эта большая красная кнопка или может быть дверь хоть что-нибудь должно забыть хоть что-то чтобы меня спасти думаешь должно почему ты решил что даже теперь ты сможешь выиграть ты совсем не знаешь зачем на самом деле нужно это место а нужно она только для того чтобы ты разочаровался вот тебе небольшая подсказка этот таймер совсем не для того чтобы ускорить ритм игры он просто отчитывает секунды до твоей смерти ты играешь сам смотришь ролик только 2 чтобы дать мне насладиться твоим бессилием и твоим смирением 3 не надо тут ничего в дух это просто трагедия ты хотел власти над этим миром чудес а я хочу его уничтожить так что извини взгляни на часы страны у тебя еще есть 4 4 4 4 4 разорвет на куски будешь ли ты до последнего цепляться за жизнь или уйдешь смиренно вот тебе и выбор сделай его или не будет весело в любом случае и понять мне будет очень смешно наблюдать твою новую жизнь от самого старта игры до того момента когда я скажу они жили долго и счастлив а вот какой пароль я так и не узнал хотя комбинации довольно много 25 комбинаций по вашему это нормально и нормально хотя если цифры не повторяются от 12 комбинаций окей погнали в офисе никого не было что же случилось стэнли решил зайти в переговорную в надежде что он просто что-то пропустил на этот раз мы с вами пойдем так же как мы ходили только пойдем в левую сторону что ну я точно здесь ходил в бене другой нет оказавшись перед двумя открытыми дверьми стэнли не раздумывая вошел в левую и пробежали переговорный тоже никого не было не верю своим глазам стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде что там он сможет прояснить ситуацию дойдя до лестничной клетки стэнли поднялся наверх к кабинету директора войдя в офис своего начальника стэнли остановился как вкопанный ни одной живой души он был абсолютно один это было чересчур для стэнли это было чересчур для као стэнли так хотел закончить игру чем скорее тем лучше что он конечно не желал тратить ни одной минуты на какого-то там рассказчика такое волнение было даже вредным и чтобы перевести дух стэнли решил послушать плавные мотивы а да ладно разработчики ладно когда-нибудь дум больше спешить немного отдохнув и ощутив прилив свежих сил стэнли смело шагнул в открывшийся проход в стене давай-давай-давай какой тогда пароль блин хера знают на самом деле тоже попытаться хотя там пять цифр можно пытаться через одном то есть 135 три 4 да я считаю запутался а погнали стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью цех управления сознанием идем сюда несмотря на то что на стене было написано выход на самом деле в конце этого длинного коридора но разумеется стэнли отлично понимал что он слишком хочет жить но конечно же сами хорошо подумал и решил вернуться не нет все таки он решился принять смерть нет или да и без на длинный коридор дверь за ним не закрылась и у стэнли все еще была возможность повернуть назад нет 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 он нашел и скример в этом смысле стэнли совершенно сознательно и решительно продвигался вперед чтобы заглянуть смерти в глаза пол я не умер поев я живой по ходу механизм пришел в движение и теперь стэнли медленно но верно приближался к своей кончине он вдруг задумался о том что жизнь его бессмысленной и никчемно стэнли не мог видеть всей картины и помыслы его были зажаты в крайне узком его представлении об окружающем мире поэтому было все равно что выколоть глаза слепому так что он смирился за своей участью принять конец ох это жопа это жопа это жопа что прощай кричал рассказчик глядя как стэнли беспомощно направляется в объятия металлического пресса в один момент стэнли перестал существовать раздавленный насмерть стальной машиной переломавший все его кости серьезно серьезно стэнли парабол но пройдет всего несколько минут и стэнли сидя в своем офисе живой и невредимый снова запустит игру интересно чего же хотел добиться рассказчик даже не знаю ведь если каждый твой путь был создан заранее смерть становится абсолютно бессмысленной так же как и сама жизнь вы понимаете что с момента начала игры стэнли был мертв офис уэлтона коридор так одежда офисные компьютеры непонятно что там пассианс входы и виду дверей кнопки жалко что нету кодеку который мне нужен разработчики а там что выход офис ганер велосипед непонятный полигон вар зона так погнали я схожу в левую часть то есть вправо если там ничего нету мы пойдем туда но это офис как делался типа офис босса офисные часы рано и что запутался большая кнопка рычаги думаю сюда пока что не нужно идти проектор и отчет зона войдет вот это вот отсылка может быть к этому ой как называется холостом она вряд ли так офисные кабинеты так офисные кабинеты выход еще оттуда еще оттуда не ходил только что тут музыки нету мебель я только что слышал как кто-то говорил очень тихо было но было слышно как кто-то в руках я подошел к стуле тоже странно она погнали тогда в этот выход но вы только взгляните на эту парочку как же они хотят смерти друг друга как они хотят управлять друг другом как они оба желают свободы вы понимаете вы видите как они нуждаются друг в друге нет похоже нет иногда такие вещи не видны послушайте меня вы все еще можете их спасти остановите программу пока они оба живут покиньте игру скорее же только так вы сможете выиграть сойдите с чужого пути пусть хоть это будет вашим выбором что бы вы не делали выбирайте сами не давайте времени начать за ну да хотя я мог начать за ну я успевал по сути давайте короче сразу ринемся кнопки блин там придется долго нажимать эти на пахе нафиг ну нафиг ну мира не хочет меня запускать плавно загружаемся таки долг достаней убить А какой-то тогда пароль от этих? Блин. Но первое, я думал сначала по порядку. Может в обратном порядке? В принципе, можно попробовать. Слушайте, а той комнаты не было синий. С пароходом обычным. Что? Гу сюда. О, Надь. Лифтик. Такой музыки не хватает. Знаете, типа слов к музыке. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Или как-то так. У них есть какие-то слова слушать? В смысле? Давайте я ничего не буду нажимать. Поедем до конца. Так, потому что а еще мы можем сделать? По сути, я думал я за... ...эту серию успею быстро пробежаться. Оказывается, нет. Потом мы, получается, с вами пойдем... ...вниз. Там что-то сделаем. ...хотя... ...хотя... ...блин, я ведь не знаю. Я что, серьезно, на одном месте тут двигаюсь? Типа, чтобы чисто музыку, да, послушать? Короче, лестница у нас есть. Потом выбор с дверью. И еще какой-то был выбор. Точно помню, влево можно было пойти и вниз. Все. Не, походу, тут бесконечная музыка. Я вас понял. Ну хорошо. Мы оба знаем, что делать. Ту-ту-ду-ду-ду-ду. Страшные тайны, цифровая панель. Стэнли нажимает на кнопки. Ух ты, в стене появился проход. А вот так сюрприз. Так. 8, 45. Мне игра... ...сама открыла проход? Ничего себе. Ну ладно. Все-таки игра запоминает мои эти действия. Кольненько, прикольненько. Давайте, короче, когда дадем до того здания с кодом. И я посмотрю, какой должен быть код. Прямо к большой двери под надписью... ...цех управления сознанием. Че с бедра анить? Прибегать? Ярко вспыхнувший свет залил огромный зал с телевизионными экранами. Что за страшная тайна хранилась в этом месте, думал Стэнли? Хватит ли у него сил, чтобы выяснить это? Хватит-хватит. Ну вот, включились экраны, и их предназначение стало понятным. Мониторы имели номера работников здания коллег из Стэнли. В жизни стольких людей, включая Стэнли, были впечатаны в эти бездушные экраны и находились под вечным присмотром в этом ужасном зале, где не существовало и слово «Свобода». Да, да, именно так. Управление сознанием. Это было слишком чудовищно, чтобы можно было поверить в это. Значит, Стэнли все время был под чьим-то контролем. Может, поэтому он и был так счастлив на своей сверхскучной работе, потому что ему просто внушили это, исказив его подлинные эмоции? Нет, он отказывался в это поверить. Да чтобы его жизнь кем-то управлялась. Да никогда он не допускал и мысли об этом. Это было невозможно. Неужели и вправду вся его жизнь была лишь подделкой? Так, а сейчас я остановлю игру и продолжим, когда я узнаю код. Эх, ребята, посмотрел я, короче, все-таки никак нельзя отключить детонацию бомбы. Поэтому как-то так. Да, давайте на этом и закончим. Я думаю, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока. Всем пока.